Здравствуйте! На канале Десна ТВ новости. В студии работает Алина Сазонтова. По сообщению начальника медсанчасти номер 135, прошедшая неделя по заболеваемости коронавирусом прошла без ярко выраженной динамики. Об этом было сообщено на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 15 декабря. За неделю зафиксировано 147 новых случаев ковида, всего 1413 за все время. Выздоровевших 946 человек. На утро 15 декабря в ковидном госпитале находилось 95 пациентов. Некоторые из них в этот же день были выписаны. Все лежат с пневмониями, в реанимации 3 человека, на ИВЛ никого нет. Подтвержденный ковид и в стационаре 33 человека. Продолжается выдача лекарств для амбулаторного лечения коронавируса. Мера действует со 2 декабря после принятия соответствующего решения администрации области. Большая часть медикаментов первой партии для Десногорска в количестве 1149 упаковок уже в распоряжении пациентов. Сегодня привезена следующая, не сильно большая партия. В основном это антибиотики. Таблетированные, поэтому сегодня мы их получили, привозим из Смоленска и с завтрашнего дня тоже начинаем выдавать. Без ярко выраженной динамики эпидемиологическая ситуация остается в школах. В средних учебных заведениях города из-за болезней отсутствует около 10% учащихся. На дистанционном обучении в третьей и четвертой школе 5 классов. С охватом обучающихся 132 человека. Все санитарно-педемиологические требования выполняются. Все превентивные меры в городе реализуются, как и ранее, в полном объеме. В конце недели к ним прибавится и санитарный рейд по городским предприятиям. Партии «Единая Россия» подвели итоги работы волонтерских центров в текущем году. Это произошло 14 декабря в рамках первого социального онлайн-форума партии. В мероприятии приняли участие президент Владимир Путин, а также волонтерские центры партии «Единая Россия», развернутые во всех регионах. Глава государства высоко оценил усилия добровольцев. Когда люди делают добро, они получают удовольствие от этого. Вот это в этом, на самом деле, в значительной степени есть смысл жизни вообще. Когда помогаешь близким тебе людям и даже тем людям, которых ты, может быть, и не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке, и получаешь от этого удовлетворения. Это один из важнейших стимулов и важнейших инструментов для самореализации любого человека. Насыщенным год выдался и у волонтеров Десногорска. Ими было проведено 93 мероприятия, в том числе два собственных проекта. Один из самых ярких примеров – это всероссийская акция «Мы вместе», в рамках которой весной была оказана адресная помощь людям 65+, в количестве 300 человек. За 2020 год к волонтерскому движению Десногорска присоединились 77 человек. Теперь в нем 283 добровольца. В завершении выпуска прогноз погоды. 17 декабря в Десногорске пасмурно, в течение суток температура около нуля. Смотрите наш телеканал и не забывайте про наш сайт desnadefistv.ru. Всего доброго!